Да, друзья, очень много я рассказывал про самые лучшие, про самые комфортные, про самые удобные, про районы. Так себе! Сегодня я вам расскажу про самый модный район. Так я решил переврать аббревиатуру СМР, Славянский микрорайон. Ну что, погуляем, посмотрим и узнаем, почему же он самый модный. Это южанин, и мы начинаем. За последнее время Славянский микрорайон реально стал одним из самых популярных микрорайонов, потому что окраина города. Вот станичка какая-то, вот она, вот она, станичка. Тадиков не хватает, а очень часто грязная вода. Жить намного лучше здесь. Сейчас я вам покажу самые-пресамые крутые дачи Краснодара. Вот он, вот он, Краснодарский скороход. Вы тоже считали, что мы живем на кладбище. Жить здесь хорошо, но дорого. Но можно. Будьте реалистами. Так, ну давайте я расскажу вначале, где это чудо находится. Практически в непосредственной близости от центра города. Да-да-да, это, пожалуй, тот единственный случай, когда говорят, что до центра рукой подать. И это на самом деле так. Без пробок будете ехать, ну, минут 10. С пробками минут 20. Ну, 25 от силы. Вот. Что касается выезда, допустим, из города. Тут тоже все очень просто, потому что граничит Славянский микрорайон с западным обходом. Западный обход стоит практически круглые сутки. Но если повернуть не в сторону немецкой деревни, а налево, то можно выехать спокойно в сторону Славянска-на-Кубани-Темрюка и поехать, допустим, на море. Ближе всего, даже ближе, чем юбилейный или фестиваль находится этот микрорайон к выезду из города. Что касается главной артерии. Мы сейчас как раз на ней находимся. Это улица Красных Партизан. Вообще с логистикой здесь все прям вот так вот. Чтобы вы понимали, здесь в этом микрорайоне есть все виды общественного транспорта. Просто безумное количество маршруток, которые отходят именно отсюда и проходят через этот микрорайон. Здесь конечные остановки троллейбусов. И, конечно же, самый быстрый транспорт Краснодара. Трамвай тоже здесь есть. Поэтому жить здесь одно удовольствие. Но вот только темпы строительства и развития этого микрорайона таковы, что если раньше можно было с комфортом сесть утром в троллейбус или автобус на конечный и доехать до нужного места, то сейчас люди бьются. Бьются, потому что огромное количество людей стало. Общественного транспорта не хватает. Но хорошо, что хотя бы он здесь есть. На улице Красных Партизан сосредоточена вся так называемая деловая активность района. Здесь безумное количество разнообразных магазинов, кафе, рестораны, отделения банков и прочие, скажем так, места активности и показатели развитой инфраструктуры. Здесь все грохочет, шумит, сверкает 24 часа в сутки. Но вон там, за теми хрущевками, начинается уже спальный классический микрорайон. Причем вот отсюда, вот где я сейчас стою, отчетливо видно и понимаешь, что Славянский микрорайон делится на две части. Хотя на три, но сейчас поговорим про две. Первая часть это частный сектор, его даже не видно из-за первых высоток бизнес-центров и малоэтажные жилые комплексы еще советских времен, которые расположены по левую руку. Когда я говорил про третью часть, что их всего три, то я имел в виду так называемый новый Славянский микрорайон, который расстроился уже туда в сторону западного обхода. О нем мы обязательно поговорим чуточку позже, да и вообще порассуждаем о недвижимости и посмотрим ее со всех сторон чуть-чуть позже. Сейчас же расскажем немного о, скажем так, достопримечательностях района. Итак, первая так называемая достопримечательность это огромный медицинский центр. Вы только представьте, что здесь больница, поликлиника, диагностический центр, роддом и глазная клиника. Здесь есть практически все. И находится это все вот за моей спиной на огромном таком зеленом кубике, скрытое вот этими огромными зелеными деревьями. Почему я сравнил медицинский центр, больницу с достопримечательностью? Все потому, что он выгодно выделяет Славянский микрорайон от других. Это, конечно, не то, чем можно любоваться, а скорее это то, чем можно гордиться. Ведь это одно из крупнейших медицинских учреждений Кубани. И многие жители нашего края могут не знать, в каком районе находится, к примеру, Чистяковская роща. А вот вторая горбольница или пятый роддом – это уже давно бренды современной медицины. Правда, есть много разных мнений об уровне и профессионализме врачей этого комплекса. Если вам есть что сказать, пишите в комментариях. Мне важно ваше непревзятое мнение. Вторая достопримечательность – это памятник природы, особо охраняемая зона. Это Дендрарий. Дендрарий – тот самый Дендрарий, выпуск о котором вы наверняка уже видели. Если подписаны на мой канал, если же нет, переходим вот сюда вот по ссылочке. Здесь я прогулялся, рассказал и показал вам, почему же Дендрарий такой особенный. Почему же вы выбрали для жизни этот микрорайон? Почему же его так часто выбирают другие, скажем так, жители города? Вообще, стоит ли здесь жить? На самом деле, вот по сравнению с другими районами, здесь достаточно тихо. Да, ну это вот, ну как бы, временное явление вот этих пробок. Да, ну мы здесь стоим, как раз такой шум, гам. Да, но на самом деле, как бы, достаточно тихий район. Вот если там сравнить, не знаю, с гидростроем, где-нибудь там толпы людей постоянно туда-су-су-су. Вот здесь, как бы, достаточно спокойно в этом плане, да. Рядом есть, конечно, дендрарий, где можно прекрасно с детьми погулять. И в жару там не так жарко. И, как бы, ну достаточно такой прохладный, потому что ветерок, этот тенек получается. И свежий воздух такой относительно. Мы сколько раз уже это подмечали в своем выпуске про дендрарий, потому что люди, которые живут в этом микрорайоне, они на самом деле счастливчики. Здесь шумно, здесь грохочат машины, здесь сирены звучат, а там буквально сколько, 10 минут ходьбы и все, и вы в лесу. При этом там нет никаких там аттракционов, палаток с... Да вы же моя золотая, сразу видно, сразу видно родителя. Я же, я же тоже сказал, как здорово, что не надо лишний раз тратиться на мамку пи. Не в этом дело что тратится, просто это не, ну как бы не отвлекает, скажем так. Можно насладиться кусочком природы в нашем городе. Ну и плюс рядом достаточно выезд получается из города в сторону моря, Азовская или Черная, там, Анапа. Как вас зовут? Елена. Елена, это же, вы понимаете, что вы попали сейчас в объектив Южанина? Сергей Южанин про вас расскажет и покажет, но, Еиночка, вы скажите, пожалуйста, вы, вам есть с чем сравнивать? Я имею в виду другие районы, вы где-то жили в Краснодаре, в другом районе? Нет, в другом районе, в Краснодаре я не жила, я жила в другом городе. В каком? В Сибири. Вот, наш родной панаек, вот. Если вы смотрите сейчас нас из Омска, Новосибирска, если вы настоящий сибиряк, поставьте, пожалуйста, нам лайк, вот прямо сейчас. И задавайте вопросы Елене, она будет смотреть этот выпуск и будет отвечать. Потому что будет спрашивать, Лен, а что вообще, стоит переезжать туда вообще или нет? Конечно, стоит. Точно? Конечно, стоит. Работа здесь есть? Работа есть. Ну, просто, ну, как бы, естественно, нужно поискать. Никто там золотых гор не обещает, но для того, чтобы, ну, устроиться, можно спокойно, мне кажется, найти работу. Я так понимаю, что вы приехали же вот прям вот с семьей. Ну, да. Ну, нет, семья уже, в принципе. Ну, вот, насколько здесь сложно с детьми или нормально с детьми? Я имею в виду садики, знаете, вот это вот все дела. Ну, конечно, с садиками есть проблемы, есть, ну... Можете говорить правду, мы не топим за администрацию города, мы говорим все как есть. Садиков не хватает, да, не хватает садиков. Хотелось бы побольше садиков, школы тоже достаточно. Ну, здесь вот, получается, если вот прям славянский взять, две школы, по-моему. Две школы всего. Вот, конечно, тоже как бы не очень удобно. Сейчас в Светлограде школа откроется, садик там тоже открылся, но тоже как бы вот мы попытались, но нам не дали путевку пока туда, но вот ждем. Меркантильный вопрос, меркантильный вопрос насчет денег. Насколько здесь, есть ли разница по ценам на продукты? Есть и в Сомском сравнении, да, цены выше. Здесь выше? Да. И еще раз, здесь выше цены на продукты? Удивительно, да, но цены на продукты выше, чем в Омске, например. Ну, то есть, как бы объективно я могу сказать. А ЖКХ? ЖКХ тоже. А вода, здесь, допустим, если вот Лукьяненко взять, то вода, качество не очень. Очень часто грязная вода. Прям желтая льется. Друзья, резюмируем. Ну, в общем, жить намного лучше здесь, воздух намного чище. Вот сейчас вот взять Омск, да, у нас там остались родители, их просто последние два года травят. Вот чуть ли не каждую неделю какие-то выбросы. Здесь мы такого вообще не замечали, чтобы здесь были какие-то выбросы. Какой-то химия пакала на улице. Ну, нет такого. Очень редко, может, даже со стороны Елизаветки фермерским запахом попадает. Навоз, наш родной. Все-таки аграрный край, аграрный край. Землицу надо удобрять. И пусть лучше пахнет навозом, чем химией. На самом деле, Омск просто. Мы вот поддерживаем Омск, поддержите тоже. Потому что их, им действительно не хватает чистого воздуха. Очень сильно их там травят сейчас. И власти не делают все, что от них зависит. Вот так мы медленно перешли к такому, знаете, такое, глаз народа из Омска. Вот. Ну, в общем, друзья, я думаю, что теперь вы немножечко поняли объективную ситуацию. Жить здесь хорошо, но дорого. Но можно. И нужно. Зарплата на самом деле, ну, если вот сравнить по продуктам, продукты, да, дороже, но и зарплата здесь выше, чем в Омске. Да что ж такое? Такое ощущение, когда вы в другом Краснодаре каком-то живете. Я не знаю, я пойми, это вот все вопросы к Лене. Я как бы вас не уговариваю, но хотя на самом деле, давайте так. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто хочет жить хорошо, он найдет хорошую работу. Кто хочет жить на юге, будет жить на юге. Даже если дорого. Главное, живите там, где... Не настолько дорого, там, ну, дешевле, чем жить там в Питере или в Москве, например, жить. Дешевле, чем там в Ростове жить, например. Ну, если мы говорим, вот финальный вопрос, про Славянский микрорайон. Какая часть Славянского микрорайона на вас, для вас, самая лучшая? Дендрарий. Эх, были бы деньги, купил бы там скворечник. Да, рядышком там. Сейчас туда пойдем и посмотрим. Уродилась груша в этом году, уродилась. Друзья, сейчас я вам покажу самые, просто самые-пресамые крутые дачи Краснодара. Дело в том, что находимся мы сейчас реально в СНТ, но это СНТ практически в центре города. И это можно видеть, вот глядя вот туда вот вдаль, за моей спиной, высятся 16-этажки, панельки. Это те самые дачи, о которых мечтает каждый, кто хоть раз приезжал в Дендрарий. Потому что находятся они аккурат за забором прекрасного парка. Здесь, наверное, самый чистый воздух, самое тихое место, при том, что находятся эти самые дачи, ну, практически в самом центре города. Стоимость недвижимости, наверняка у вас такой вопрос возник, так вот, стоимость земли здесь начинается примерно от 750 тысяч за сотку. И это земли чисто, просто земли. А дом можно купить, ну, от 4,5 миллионов рублей. В принципе, в принципе, если вот так вот прикидывать, да, то ли дом в хорошем микрорайоне, вернее, квартиру в хорошем микрорайоне, то ли свой дом на земле, в центре города, со всеми коммуникациями. Здесь есть газ, вот, пожалуйста, труба, здесь есть свет, вот, пожалуйста, провода, здесь небо, посмотрите, какое голубое, и воздух чистый, потому что вон там, вон виднеются прекрасные деревья прекрасного Дендрария. Идеальное место, если у вас есть для... на домик отложено где-то примерно миллионов 7-8. Друзья, очень часто можно видеть на сайтах по продаже недвижимости объявления, которые, ну, просто являются каким-то подарком небес. Ну, допустим, вот, за дом, который находится в этих самых элитных дачах, просят 1,6 миллиона рублей. И вроде, казалось бы, 1,6 миллиона рублей, 60 квадратных метров, 3 сотки земли, все коммуникации. В чем подвох? Да в том, что продает этот дом популярное агентство недвижимости. Вы ему звоните по этому номеру, и все. Дома этого, естественно, нет, но есть другие, и потом начинается вот эта бесконечная долбежка. Есть адекватные предложения. Там прям подписан хозяин или собственник. Вот на них и ориентируйтесь. Не может дом в хорошем месте стоить копейки. Не может, если это вдруг вы увидите, то 99,9% что вас пытаются развести на то, чтобы ваш телефон заполучить. Заполучить вас, как человека, который нуждается в жилье, вот эти крупные агентства недвижимости. Поэтому будьте реалистами. Кроме элитных дач в Славянском микрорайоне есть и достаточно простой, но при этом очень уютный частный сектор. Мы сейчас находимся на улице Баумана. Почему я так говорю? Почему я с такой улыбкой про это говорю? Да дело в том, что улица Баумана – это главная пешеходная улица Казани. Совсем недавно вышел выпуск. Вот здесь вы можете посмотреть про замечательную столицу Татарстана. Но сейчас мы в столице Кубани, в Краснодаре. И здесь тоже есть в этом Славянском микрорайоне есть улица Баумана. Она, правда, не пешеходная, но достаточно колоритная и ярко показывает такой кубанский частный сектор в центре мегаполиса. Домики уютные, с яркими заборами, с потрясающими домиками. И сама такая атмосфера деревеньки. При том, что красных партизан, шумная, грохочущая, находится буквально до сколько? Да даже отсюда видно ее, метрах в трехстах за моей спиной. Вот он, вот он, краснодарский скороход. Эх, все-таки наличие вот этих вот железок сразу плюс сто пятьсот к престижности района. Потому что, потому что, ну, быстрее этого транспорта в Краснодаре пока ничего нет. И я думаю, что ближайшие десятилетия точно не будет. Кстати, сейчас хочу ваше обратить внимание на дороги. Дороги здесь такие. Где-то есть асфальт, и где-то он внезапно заканчивается. И вот это что-то такое с переменным успехом начинается. Как-то, знаете, с одной стороны, это, ну, такое, знаете, чувство такое, блин, окраина. Вообще, какое-то село, колхоз. А с другой стороны, а с другой стороны, глядя вот в эту часть, вот, вот, если не смотреть на трамвайные пути, то вот полное ощущение, что какой-то, вот станичка какая-то. Вот, вот она станичка. При этом, при этом стоит не забывать, что отсюда до Краснодара, до центра Краснодара, вот буквально 12 минут показывает навигатор. Кстати, раньше считалось, считался этот район одним из самых непрестижных. Лет 15-20 назад. Все дело в действующем огромном городском кладбище, которое также находится в Славянском микрорайоне. Окраина города, кладбище, жутковато. Бесконечные магазины с ритуальными, с ритуальными продукцией наводило такую, знаете, тоску, что ли, депрессняк. И мало кто хотел здесь жить, но все изменилось. Изменилось, поскольку Краснодар стал расстраиваться. Приехало большое количество народу, которым, в принципе, хотелось жить в хорошем месте, близко к центру. И плевать, в принципе, на предрассудки. Ну, а что тут такого? Соседи же тихие, как бы это так страшно не звучало. Вот, и, ну, есть определенная философия, что ли, в этом. Так вот, за последнее время Славянский микрорайон реально стал одним из самых популярных микрорайонов. Потому что, да потому что, потому что земли здесь было много, построили здесь очень много прекрасных квартир. Я не знаю, как на самом деле, насколько они комфортны эти, но они, по крайней мере, отличаются не очень высоким прайсом за квадратный метр. Ну, и находятся эти самые квартиры, в принципе, в хорошей логистической доступности. Опять же, вот, пожалуйста, Красный партизан, вон там же все троллейбусы и маршрутки. И поэтому многие стали выбирать этот район для своего, скажем так, постоянного места жительства. Именно поэтому он и стал модным районом. Я не знаю, я не знаю, согласился бы ли я жить, допустим, на конкретно вот этой улице, типа, вторая линия. Ну, потому что здесь как раз-таки сосредоточено большое количество магазинов в продаже ритуальных товаров. Ну, и это направление, собственно говоря, к центральному въезду на кладбище. Но остальные улицы очень даже ничего. Очень даже ничего. И выбрать здесь можно различный формат жилья. От небольших домиков на небольшом участке земли до квартир, как говорят сейчас, с современной планировкой евростандарта. Сейчас мы с вами находимся в самом центре Славянского микрорайона. Здесь сквер имени Льва Николаевича Толстого и, ну, такое, знаете, местное ДК. Центр досуга и развлечений. Как-то вот прям вот очень большие ассоциации с каким-то станичным маленьким сквером. Но не хватает. Не дошло почему-то сюда, не дошел до суда лоск мегаполиса. Будем надеяться, что еще дойдет. Но видно, что все так, знаете, по сельскому. По сельскому такое скромненькое, все такое бедненькое, все такое не очень ухоженькое. Лавочки. Вот я смотрю, пытаюсь всматривать, где здесь лавочки, лавочек здесь. Ну, нет, не видно. Не видно. Видимо, такой сквер. Пришел, погулял, ушел. Нечего здесь вам сидеть, вот это вот еще любоваться. Любуйтесь там, в Дендрарии. Что бы я вам взял? Дендрарии, что ли, вам тут построили? Наверное, так думают местные чиновники. Вот. Но на самом деле, мне кажется, упускать возможность облагородить зеленую зону в микрорайоне, это в наше время кощунство. Давайте так, не так много стоит поставить лавочки, не так много стоит накрасить губы зеленой зоне, чтобы сделать эту самую зеленую зону более красивой, более, что ли, любимой у местных жителей. Нет, конечно, я уверен, что каждый из живущих здесь рад, что у него есть возможность выйти, посидеть в тени деревьев и, ну, как бы, пообщаться, что ли, вместе. Хотя, если вы заметите, вот вокруг, вот так посмотрите, то вокруг здесь частный сектор. Ну, то есть, у людей есть возможность выйти и посидеть у себя возле дома, по крайней мере, точно. В общем, уважаемые руководители округа или, я не знаю, какого-то района, микрорайона, обратите внимание, обратите внимание на вот эту вот часть. Ведь она же может быть красивой, можно же из нее сделать тоже такую конфетку. Слушайте, блин, извиняюсь, извиняюсь, есть здесь лавочки, есть, есть лавочки. Вот, вот они. И фонтан здесь тоже есть. А еще здесь есть огромный новый баннер, который наверняка стоит денег, который призывает идти голосовать за губернатора, там, депутатов. Но, видимо, депутаты и губернатор, и кандидаты в губернаторы так заняты призвыборной гонкой, что, ну, зачем им еще нужен какой-то маленький где-то там райончик в городе Краснодар. И так, наверное, все подумали и пошли писать такие тексты. Голосуем, и мы вам сделаем красивую жизнь. Обязательно сделаем. Когда-нибудь, может быть. Пришли вот в это место. Можно с вами поговорить? Вы не ко мне, я тут вообще не здесь живу. Как это вы не здесь живете? А где же вы живете? Меня Сергей Южанин зовут. Здравствуйте. У меня Великанава Валентина Юрьевна. Валентина Юрьевна. То есть вы никакого отношения к Славянскому микрорайону не имеете? Нет. А кто имеет? Признавайтесь. Нет, мы просто пришли сюда. Да, мы тоже. Вот мы тоже просто пришли сюда, в этот парк. Скажите, ваше первое впечатление о вот этом прекрасном месте. Прекрасно, да. Ну, конечно, тут много недоделок. Вот это все заброшено. Так бы, да. Это чтобы вы, друзья, не понимали, не думали, что я такой пришел, весь такой. На самом деле, это то, что видно невооруженным глазом любому, кто приходит сюда. Да, здесь есть какая-то современная детская спортивная площадка. Да. Вот лавочка единственная, наверное, более-менее удачная, это здесь. Ну, то есть, еще хочется, чтобы было больше лосков. Да, чтобы было, конечно, получше бы, да, все это. Немножко приукрасить. А как вы считаете, вот если мы говорим про Краснодар в целом, вот что было, не хватает городу? Ну, как бы все хватает городу. Чистота хватает. Чистота есть. Да, вот самое главное, чтобы вот где-то покупаться, чтобы вот не ехать на море далеко так вот. Не все могут, вот молодые семьи вот с детьми, они всегда тоже могут. Как я вас понимаю, я отец двух детей, мне поехать на море стоит, ну, очень и очень нормально денег. Да. Вот. В фонтанах нельзя, как бы, вот купаться. Хотя бы вот сделали бы такие вот бассейны, вот прикубанскую вот это вот, что там сделали бы, или бы озера бы вот там почистить бы. Далеко, конечно, бы ездить, да. Как я вам благодарен за то, что вы подняли такую замечательную тему, тему южного города, который практически, ну, лишен всех этих благ. Да, да. 40 градусов летом. Да, такая жара, а вот сходить мне куда-то купаться. Но вы же местная жительница. Ну, сейчас, пока да. Я только два года здесь живу. А откуда вы? Ростовская область. А я слышу поговору, то наша. Друзья, ну что, пришли мы с вами в район Хрущевочек. Здесь пятиэтажечки, аккуратненькие, еще с советских времен постройки. Зеленые дворы, большие деревья высокие, которые спасают от зноя летнего. И один из главных плюсов подобных домов, это то, что когда их проектировали в советские годы, их уже проектировали рядом с учебными образовательными учреждениями. За этим домом детский сад, впереди школа. Очень удобно, очень для людей, очень то, чего сейчас Краснодару не хватает. Но не будем забывать, микрорайон, как я уже его переназвал, очень модный. Поэтому людей приезжает очень много. И поэтому мест ни в школах, ни в детских садах не хватает. Нужно строить еще, еще и еще, чтобы полностью соответствовать не только модному определению, но и комфортному определению. Я очень надеюсь, что все-таки мы дойдем до того уровня, когда мы сможем сказать, что Краснодар очень удобен для жизни. Давайте я вам расскажу немножечко еще и о стоимости квадратного метра. Ну, вернее так, давайте сразу о стоимости квартир. Она такова. Однушечка начинается от миллиона шестисот. Естественно, нужен будет ремонт. Естественно, это какой-то пятый этаж. Дом, естественно, без лифта. Двушка, два двести. В общем, такая средняя цена. Но если учесть, что находимся мы недалеко от центра города, если учесть, что совсем рядом вся транспортная, логистическая развязка и школа. Вот она передо мной. Но это же круто за такие деньги. Друзья, нас узнали? Наконец-то нас узнали. И знаете, какой вопрос задали? Не мне причем, а Алексею. Вот тебе же, да? Достроил ли ты дом, Южанин? Два. Два. Причем два дома. Достроил практически. Ну, а доме попозже. Здрасте. Насколько застут. Сергей. Анастасия. Давайте как-нибудь так я сяду. Можно между вами? Не надо, не надо куда? Не отдай со мной. Пожалуйста, пойдемте с нами. Чтобы я так, знаете, практически как в Виагре сидел. Вот, блондинка, брюнетка, и я рыжий. Вот. Анастасия, вас как зовут? Дина. Дина, ну, рассказывайте. Сначала давайте про вас поговорим. Про всю правду, так сказать, узнаем про ваш микрорайон. Вы здесь живете или может быть? Да. Ну, как здорово здесь жить. В целом лично. Так, а вот давайте так, начало по порядку. Что не так? Что не так? Отсутствие оборудованных детских площадок. Отсутствие асфальта в большинстве районов. Отсутствие вечером освещения. Невозможность попасть в детские сады. Вот, вот, друзья, вы понимаете, что это не я просто тут вам в шоу наговаривал. Ой, ну тут нет асфальта, тут просто вот немножечко вот так пыльно, грязно. Ой, вот здесь вот как бы много народу живет, но и не хватает. Это не я все. Это все они, это жители. Это южи они. Это те жители, которые живут, которые голосуют за чиновников. Да? Ну, как-то так, вы знаете депутата вашего? Вашего депутата? Вот, Славянского. Нет, не смело, нет. Вот. Вот так вот. Периодически знакомятся с нами, но все равно ничего не меняется. Если мы говорим о плюсах все-таки района. Я вам скажу, около моего дома недавно построили детскую площадку, ну, спортивную площадку, но при этом она уже разрушается, ей год. Угу. Девятность, да, резиновая уже поднялась. Вот видите, мамочки, они не могут быть прям такими позитивными и жизнерадостными, как я. Южа, они находят, да, ну, детская площадка, ну, еще что-то, немножко, вот так вот. Вы же строили ее, получается, строили же они, деньги вкладывали, но что-то не очень вложили, да? Ну, фонды какие-то вкладывали. Фонды? А давайте так, Славянский-то микрорайон большой. Сначала начнем с вас. Дина, а какая самая лучшая часть Славянского микрорайона? Лучшая? Не драйвить. Ботанический сад, я так сказала. А для жизни? Для жилья? Да, наверное, вот это. Здесь, наверное. Но здесь очень хорошо, что здесь озеленение есть, да, что здесь зелень, воздух чистый, отдаленность от дорог. Дома друг от друга далеко стоят. Пешие доступности, школы, садики. Да, школы, садики, рынок, в принципе. Если бы вам предложили, все, давайте, девчонки, выбирайте любой вот так вот район Краснодара, меняемся на ваш. Какой бы вы выбрали? Ну, может быть, юбилейный. Да, или либо немецкая деревня. Ну, немецкая деревня, а там с транспортом проблематично. То есть, если ребенок ходит в школу, уже как бы сложнее. Ну, юбилейный неплохой. Фестивальный тоже местами есть неплохие, неплохие там комплексы жилые. Но там очень дорого. То есть, там очень дорогие квартиры. В хороших жилых комплексах очень дорогие квартиры. Если бы на Славянской построили бы, нормальное людям жилье с нормальными планировками, да. А как же там вот, возле Западного Астана? В принципе, территориально здесь неплохо. Там, там кладбище, я не хочу жить с видом на кладбище. Ну, лично я, да. Коренной житель Славянского микрорайона. И так всю жизнь считали, что мы живем на кладбище. Хотя у нас его из окон не видно. А то там видно с кладбища. Ну, мне это не очень приятно. Вы местная? Да. Прямо вот... Прямо, да, всю жизнь. И все равно юбилейный? Ну, не знаю насчет юбилейного. Мы рассматриваем, наверное, больше, если для дом нужен. Дом это не юбилейный точно. Там очень дорого. Ну, дом, да. Частный дом, да. Подождите, но у вас здесь такой прекрасный частный сектор. Я имею в виду возле Дендрария. Нет, вот здесь на Заполярной неплохой частный сектор. А возле Дендрария, где вот эти дачи? Там проблема транспортной развязки. Туда же заезд. С одной стороны, только Слукьяненко. То есть, там пробка утром, что в ту сторону, что обратно, невозможно доехать. То есть, у них неплохо в плане экологии, но в плане транспортной развязки, да инфраструктура какая там никакой. Там даже, по-моему, магнитов нет. Опять же, детей водить, одних не отпустишь. Садика нет, у школы нет. Да. Сами собой просто уже буквально. Я просто сижу здесь, как, знаете, даже не как Соловьев, который постоянно там что-то это... Просто как микрофон такой сидячий. Друзья, давайте вместе поблагодарим прекрасных, очаровательных жителей Славянского микрорайона за то, что они откровенно, честно и вот прям всю правду сказали. Ставьте им лайки, вот здесь вот, вот здесь вот. Вот. Задавайте им вопросы. Под этим видео, я думаю, что девушки зайдут обязательно... Вы же зайдете? Почитаете. На адекватные вопросы они ответят. Ну, а что касается вашего вопроса про дом, я вам сейчас покажу. Им показывать не буду, потому что они потом сами все поспорят. Почти достроили, понимаете, почти достроили наш дом. Кто не знает, мы строим дом по цене квартиры. И пока мы еще даже не превысили стоимость квартиры в Славянском микрорайоне. Смотрите. Друзья, ну что, я наконец-таки доехал до самой крайней точки Славянского микрорайона. За моей спиной массивная застройка новым ежикам. И именно они достаточно такая спорная территория, спорные. Много вопросов у них возникает. Во-первых, потому что близкое соседство с кладбищем у некоторых литеров. Ну и во-вторых, все-таки отдаленная застройка от основной части микрорайона. Но она в то же время имеет свои плюсы. Во-первых, близко к развязке с западным обходом. И во-вторых, все-таки застройщики некоторые здесь стараются благоустраивать территорию и развивать инфраструктуру, строя школы. Вот. Это очень и очень и очень похвально. Надо найти кого-нибудь, чтобы узнать актуальную информацию о жизни в этой части Славянского микрорайона. Так, друзья, мне повезло. Дело в том, что пришел я снимать новую часть Славянского микрорайона и совершенно случайно встретил человека, который здесь живет. И оказался этот человек еще и зрителем нашим, тоже практически южанином. Меня зовут Сергей. Добрый день. Меня зовут Кирилл. Кирилл, а вы живете в этой части Славянского микрорайона? Все верно. Ну давайте так вот, на чистоту. Каково вам здесь? Мне здесь нравится. Выбирая проживание в этом районе, я сравнивал этот район с районом 1 мая, российская, та страна города. И уже хотел приобретать там квартиру, но случайно мне посоветовали съездить в этот район и посмотреть здесь квартиру. Вот и вот посмотрел квартиру. Вы не являетесь представителем застройщика? Нет. Супер, супер. Потому что нам нужен объектив. Интересные планировки были. Район развивается. Рядом лента. В принципе, до центра не так далеко. Пробку бывает иногда здесь на Красный Партизан. Перед Кольцом. Но в принципе, без пробки до центра можно доехать минут, наверное, за 20 с пробкой за 40. Что, в принципе, нормально для Краснодара. И удобно выезжать из этого на море, к примеру. В другую сторону. Я хочу задать тот вопрос, который наверняка, как бы, задавали вам ваши друзья, когда узнавали, что, как бы, соседство, как бы, этого массива, вот, со складбищем. Да. Вот. Есть такое дело. Ну, расскажите тогда, вот, не смущает? Меня нет. Те лидеры, где живу я, в принципе, далеко от кладбища. То есть, вам повезло? Ну, давайте говорить откровенно. На самом деле, друзья, тут, как бы, вы знаете, все зависит от ваших предрассудков. Все зависит от инфраструктуры и от вашего кошелька. На что у вас хватает денег? Хватает ли у вас, ну, скажем так, эмоциональных сил жить в таком месте? Если все это сходится, если вы вам, если из дома у вас видна, как минимум, дорога или, не знаю, там, окно соседа, почему нет? Вот. Если у вас устраивает планировка, если у вас устраивает развязка, почему нет? Я думаю, что, как бы, плюсы, вот, самого Уславянского микрорайона. Близость к Дендрарию, место отдыха. Ну, можно очень быстро выехать в Анапу, выехать в Крым, потому что никаких пробок, ничего. Также удобно выехать в сторону города Геи или в сторону, не знаю, в городе. Вы давно в Краснодаре живете? Три года. Откуда? Ну, родом из Липецка, но до этого четыре года жил в Анапе. Ну, расскажите, вот, ваше первое ощущение, а, нет, так, не первое, конечно же, ваше ощущение за три года? От Краснодара? Мне нравится город, я выбирал его между Сочи и Краснодар. Вот, но в Сочи много минусов. Из Краснодара просто выбраться в любую сторону. Это и в сторону Москвы, и, не знаю, в сторону гор, в сторону моря. Ну, то есть, удобное расположение. Город, конечно, по сравнению с морскими городами жаркий, так как здесь нету морского ветра. Ну, узнал, куда ехал и что выбирал. Вот, поэтому, в принципе, меня устраивает Краснодар. Друзья, я думаю, что только за это нужно поставить лайк, потому что это объективная оценка места жительства и, собственно говоря, размышления, которые вы можете учесть, выбирая город для переезда. Спасибо вам большое. Всех благ. Спасибо. Панелечки, панелечки, панельки дорогие. Находимся мы в очередной локации Славянского микрорайона. Это практически улица район. Улица Лукьяненко. И здесь расположены вот такие вот, ну, не небоскребы, а типичные высотки панельные, которые, не знаю, мне, в принципе, даже и нравятся. Нравятся они тем, что большинство из них выходят окнами в поле. То есть, не прямо так впритык, впритык, впритык. Хотя есть, конечно, определенные экземплярчики. Но дело не в этом. Находятся они на отдельной улице, которая, собственно говоря, служит такой подъездной частью к основному микрорайону. Здесь проблем куча с парковками. Огромное количество машин. И сейчас день, и мы видим, что встать даже сейчас проблематично найти свободное место. Вот. Но все типично для подобных панельных, скажем так, дворов. То есть, стандартные детские площадки, стандартного вида многоэтажки. Вот. И много, в принципе, магазинов у дома. Что делает здесь проживание достаточно комфортным. Единственное, что некомфортно, это отсутствие школ и детских садов. Здесь прямо с этим проблема. И поэтому родителям нужно будет, если вы задумаетесь о том, чтобы купить здесь квартиру, нужно будет думать о том, как вы будете водить ребенка в школу. А они переполнены, находятся на другой стороне дороги. Красных партизан. Это достаточно и далеко, и не очень-то безопасно переходить в оживленную магистраль. Плюсом, плюсом можно сказать, ну, относительную, вот здесь вот тишину от шумящих улиц. Но и то, если, опять же повторюсь, если окна выходят вот на эту часть, и перед вами поле, которое пока еще не застроено. Надеюсь, застроено не будет. В принципе, вот на этой стандартной ноте я и хочу сказать вам до скорой встречи. Хочу сказать, чтобы попросить вас, чтобы вы задавали свои вопросы в комментариях. Хочу, конечно же, попросить вас поставить лайки. Ну, почему нет? Мне кажется, достаточно интересная прогулка получилась по Славянскому микрорайону. Да, возможно, я недосконально показал тот район, который вы меня часто просили. Но, пожалуйста, давайте думать о том, что там очень много брендов, застройщиков. И они, ну, зачем им реклама? Зачем им бесплатная, так сказать, реклама от Южанина? Зачем? Вот, и они бы не пустили меня рассказать все объективно, потому что это их территория. В общем, друзья, ставим лайки, жмем на колокольчики и остаемся со мной, чтобы знать все самые лучшие, яркие новости о жизни самого лучшего региона нашей страны. Ну все, погуляли, побродили. Пока. Пока.